А, нет, 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 правильно. Скажите, кто сейчас управляет домом? Анархия. Нет. Тольятти-сервис. Тольятти-сервис. Первая городская. Первая городская. Они нам показали договора. Тольятти-сервис. А первая городская, которая якобы нами управляет, договоров нам не показывает. Уже 4 месяца просим. И ни одного договора нет. Вот эти вот вывески все. То есть вам приходят две квитанции? Нам вообще сейчас приходят квитанции, это первые управляющие, но и первые, и Тольятти сервис говорят, пока не платите никуда, пока не утрясется вот это вот. Потому что у нас вот представитель подает суды от нашего имени, проводит собрания, которые мы не проводили, а он пишет протоколы, якобы провелись эти собрания. И вы четыре месяца не платите никому? Нет, мы не четыре месяца, мы платили. Мы платили, мы законопослушные, мы во вторую компанию платили. Но теперь нам повторно пришли счета от второй городской компании, уже через суд. И у нас арестовали имущество, машины арестовали, те юристы, которые в той компании были, которые мы платили, они не хотят так ответить. Нам выносят эти решения, приходят, арестовывают, все. И мы ходим, плачем, пенсионеры, они много выживающие, и повторно платят. И очень много людей уже заплатили повторно второй городской компании, от которой мы уже не разговаривали. От которой мы уже не тринадцатом году. Как пришел Ягутянка? За три года поменялось четыре названия компании. Серебряная молния, молния, небо. Теперь первая городская управляющая компания. Они говорят, что это не Ягутяна компания, но управляет он, потому что управляющего, директора компании первой городской, мы не видели в лицо ни разу за четыре месяца. И сейчас я спросила у представителя этой компании, у инженера, где директор, Органдеев, по-моему. Почему его нет на этом собрании? Он мне сказал, он в отпуске, я говорю, четыре месяца, он мне сказал, еще четыре года. Я вроде бы ничего не дал. Вот вам пожаловать. То есть вы считаете, что все-таки Ягутянка стоит вот за... Да, конечно. Тут даже сомнения нет. Тут сомнения даже нет. Но у вас ощущения вот от того, как он управлял домами? Ведь поначалу людям нравилось, а может... Вы знаете, нам нравится и сейчас нравится чистота, порядок. Вот в этом отношении никаких вопросов нет. Но потом мы узнаем, что с энергоснабжающими организациями договора не заключены. И деньги, которые мы платим, приходят нам в квитанции, мы платим в карман кому-то. Кто-то на эти деньги живет, наживает. То есть он с ресурсниками не расплатился? Нет, да. Энергоресурсникам мы должны все, что и деньги наш дом должен. Мы платим, а за нас мы платим. А я читал в газете «Навигатор», что якобы уже вот на людей все перешли все вот эти вот... Это вторая компания нам вызвала. Да, я говорю, повторные счета. Это 2013 год. В 2013 годы нам повторные... И суди нам говорят, вы проиграли. Мы платили. Мы не должны, мы не уграли. 9 марта у меня лично был в школе во второй управляющей компании. Мой юрист, который вот первая управляющая компания, со мной не пошел. Некогда ему почему-то оказалось, хотя у него доверенность есть. Вот. 9 числа я проигрываю этот суд. И 9 числа у другого судьи на апелляции 10 или 12 дел по нашему дому. Они выигрывают. Как может так быть, что один и тот же дом, одни и те же владельщики в одном месте проиграли, а в другом месте выиграли? Это что? Вот человек, который заплатил уже 30 тысяч заплатил. 30 тысяч с нее взяли. Меня заставили. Это как? Арестовали. Чита, машину. Как бы не верили. Я сам директор. И уйти мы от них никак не можем. Вот сиди мы вот как будто нас приклеили. А теперь вторая компания с нами придет. Мы отдали его тяну кигемию. Это старые долги. Это 2013 годы. Вообще никуда и не пахнет. Почему они старые долги? Им старые, да. Это старые. Это старые. Но у нас могут и сейчас быть долги, потому что до нас опять не платят. Мы поставим за 7 месяцев, как не за 8. А эти поставят за 3 года. Вот у меня машину арестовали. Чита арестовали. За что? Я не должна ни второй компании, ни в учебнике. Мы все честно платили. Почему я дворак должна платить? Вопросы, кстати, судебная система, конечно, интересная. Если одно и то же дело, разные ответчики, половину выиграли, половину выиграли. Это как-то? Да, вот это так может быть. Суды нас не слушают. Вот смотрите, закройте рот вы, пожалуйста, помогите. И хоть вы, может быть, грех, поможете уйти нам из этой компании. А вот скажите, а вы видите решение вот этого, выхода из этой ситуации, он каким? Давайте, мы заключим договоры до 31 декабря. До 31 декабря. Все равно будет платить. Вот выхода нет. Вообще-то компании дошли между компаниями разбираться, правильно? Они с жильцами. Мне не нравится. Им, а они просто... Они уже не нравятся, что нам... Они обанкротили. Как у нас сейчас подается, это я здесь и я. Мне не нравится. А когда мне это, в смысле, не еще надеялись, мне уже вообще повезло. Они не скрывают это. Я говорю, как-то, и говорят. Они спрашивают, они смеют. Да? Нам будет легче. Да, нам будет легче. Ну, они... Ягутян банкрот, они мне вот мне сказали. Ягутян банкрот, а вы же не банкроты. Да. Почему вы с вас нет? Вот здесь старший подруг. Никуда не ходите, давайте мне. Знаете, как они потерялись? Ждали ДТН, пока будет банкрот от фирмы. Все. Вы никуда... Мы на него не ноги в камеру подавали. А это правда, что я вот с некоторыми людьми поговорил, что представители некоторых криминальных группировок сюда приезжают? Правда, правда. Правда, вот эти выездки замучились снимать. С 1 февраля по праву у нас работает Тольятти-сервис. То есть у вас как бандитизм, да, прям? А они приехали, сняли компанию. Вот такие мордовороты нерусские. Все. Поснимали все, погнули, покидали. Через какое-то время повесили опять вот свои стенды. Опять повесили. Хотя 1 февраля управляет другая компания в нашем доме. По документам. Они нам не показывают. Мы уже смеемся. У нас вечером красные, утром белые. Смеемся уже. Потому что... Ну, по вопросу приходит Тольятти-сервис. У меня, кстати, очень много. А вы что, селево не снимаете? Непонятно.